На дворе октябрь, все-таки туризм, он в Крыму круглогодичный фактически, может быть. И для таких вот случаев наверняка подойдет тема каникулы. О том же, что же такое налоговые каникулы и в каких случаях они применяются, думаю, нам расскажет следующий гость, пока я присоединяюсь к своей коллеге. Ирочка, представь нашу гостью, здравствуйте. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Людмила Баби, эксперт в туристической сфере. Ну что ж, как ваше настроение? Мы традиционно хотим узнать, все ли... Все прекрасно, все замечательно. Ну вот у нас сегодня такая довольно интересная тема, это налоговые каникулы. Вот что же это такое? Налоговые каникулы – это нулевая ставка налога для индивидуальных предпринимателей, которые выберут упрощенную систему налогообложения. Почему выберут? Потому что в законе четко сказано для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По сути, это снижение налоговой нагрузки на ИП, который занимается организацией временного размещения и как следствие снижение цен на отдых, и как следствие, конечно, повышение привлекательности Крыма. Потому что соотношение цена-качество всегда для нашего туриста-гостя являлось приоритетным. А вот какие сроки сейчас налогов в каникул? А меня отели, да, в частности, сейчас актуально? Да, речь идет о том, что вы выбираете, регистрируетесь как индивидуальный предприниматель. Вы не должны превысить 150 миллионов рублей в год ваш оборот. Достаточно много. На самом деле вы вряд ли его превысите, если вы индивидуальный предприниматель. Состав сотрудника у вас не более 100 человек, что тоже достаточно приятно. И вам государство позволяет выбрать упрощенную, обычную либо упрощенную форму введения отчетности. УСН, и сегодня существует, вы оплачиваете 4% от доходов, либо 10 доход минус расход. И НДФЛ, налог в пенсионный фонд и соцобеспечение. Понятно, что налог в пенсионный фонд, он остается, но это ваша старость, это, простите, ваша социальная защищенность и гарантии. Взносы в социальные фонды – это больничные, больничные обычные, больничные по уходу, беременности и родам, что для нас не редкость, поскольку все-таки туризм, даже мини-отели – это такая немного женская сфера. Поэтому, если будет принят данный субъектовый закон и данный вид деятельности в Республике Крым будет отнесен к приоритетным, то уже с 2020 года вы не будете уплачивать 4%. По-моему, это достаточно существенная экономия и очень выгодно будет таким образом регистрироваться как ИП, вести всю правовую деятельность в правовом белом поле, не иметь проблем с клиентами, которые уже сегодня не хотят связываться с физическими лицами, понимая, что если я вас лично не знаю, мы не дружим 200 лет, наши мамы не учились когда-то в одном вузе, то я, отправив вам деньги из Новосибирска за отдых в Алуште, могу приехать и увидеть там закрытую калитку, и в лучшем случае вам этот дом не принадлежит. Я хочу иметь некие договорные с вами отношения, а это возможно только если вы индивидуальный предприниматель, ну, либо юридическое лицо. ИП на УСЭНИ, на упрощенной системе налогообложения при налоговых каникулах, это будет очень выгодно, и я думаю, что это будет достаточно популярно у наших отельеров. Это касается только мини-отелей? Это касается всех отелей, у которых оборот не превышает 150 миллионов в год. Подумайте внимательно, в принципе, это может касаться достаточно крупных объектов, объектов, которые работают сезонно. Здесь нет мини-отелей, есть определенный вид деятельности. У нас законодательство размывает понятие мини-отелей. В нашем региональном это отели до 10 номеров, в федеральном отели до 50 номеров. Считается по стандарту, да, а для нас отель 40-45 номеров, он уже менее не считается. А почему такая разница? Здесь нет какого-то четко установленного регламента. Это никогда не влияло ни на какие налоговые ставки. Это носило больше такое, знаете, сейчас и ведется большая работа Министерством экономического развития Российской Федерации, с прошлого года курирующего туризм Российской Федерации, о том, чтобы все понятия все-таки привести к соответствию. И понятие, оно сегодня есть, оно в законе об основах туристской деятельности прописано, но оно в некоторых налоговых законах, в некоторых других подзаконных актах, они немного... что понятие гостевого дома, что понятие мини-отеля, что понятие апартамента, что понятие хостела. Ну вот такая прекрасная мера. Как вы думаете, как она может отразиться глобально на туристической сфере? Я думаю, что гораздо больше тех отелей, которые сегодня еще по каким-то мне, кстати, совершенно неведомым причинам в тени, они выйдут из тени. Естественно, это увеличит поступление налогов, даже в части пенсионного и в части социального обеспечения. Безусловно, это повысит привлекательность нашего сектора, так как он будет белый. И я все-таки верю в то, что пресловутые 4% с дохода смогут... Отсутствие данного платежа, отсутствие данного налога, у вас будет нулевая ставка. Вы зарегистрировались, вы ничего не платите в течение двух налоговых периодов. Налоговый период определен для вас один год. Соответственно, хотя бы на 4-5% цены смогут снизиться, а это тоже немаловажно. То есть все-таки ожидается после введения этого падение небольшой цены? Естественно, цены будут падать, потому что сейчас я могла это мотивировать тем, что, извините, у меня есть 4% налог с оборота, и все деньги, которые вы мне заплатили, милая барышня, я согласна вам продать свое койко-место или номер в отеле за 1000 рублей, но мне нужно заплатить 4% налог, да? И поэтому, извините, для вас это все-таки будет стоить на 4%, на 5% дороже. То сегодня я могу спокойно говорить о том, что, пожалуйста, у меня есть такая цена, это цена в рынке, да, мои соседи тоже продают по 1000 рублей этот номер, потому что сегодня цены все-таки формирует рынок. И сегодня не столько от затрат отходят наши отельеры, особенно отельеры, занятые в небольших отелях, так называемых мини-отелях, сколько все-таки от погоды, которая диктует улица, ну, либо рынок, да? Вот почем покупают, почем продают в интернете, какая средняя цена и сколько это в среднем стоит? И теперь все, можно сказать, будет улучшаться. Я думаю, что вообще выход наших владельцев отелей в поле белое, да, в легальное регистрация ККП с большими налоговыми преференциями, я знаю абсолютно точно, что это не все подарки, которые готовит и совет министров, и профильное министерство для отельеров, которые будут выходить и будут действовать по белому, действуют и будут продолжать действовать по белому. И я думаю, что это в любом случае наведет некий порядок на рынке. Все-таки, когда вы работаете с зарегистрированным ИП, либо с зарегистрированным лицом, вы как гости-турист защищены. И все меньше будет случаев, о которых мы читаем, когда вы просто предоплатили деньги и не получили ничего. Или предоплатили деньги и получили абсолютно некачественную услугу. Извините, вынуждены не прервать, потому что время не ждет, к сожалению. Время беседы наше подошло к концу. Да, мы благодарим вас за такую информативную беседу. И напоминаем, что сегодня в студии была Людмила Баби, эксперт в туристической сфере.